Всем привет! Вы смотрите кофейный блог. Месяц назад появилось видео распаковки кофемолки команданта. Сегодня будет обзор. Это будет первое видео из серии обзоров. Скоро узнаете, почему так. И в этом видео я расскажу неудобную правду. И причем она будет неудобной, как для лагерей, которые любят команданта и которые ее ненавидят. Такие тоже есть. Не знаю, откуда они взялись, но они существуют. И перед тем, как начать, я хотел бы поблагодарить наших патронов, которые помогают создавать мне этот контент. Вот их список имен. Большое спасибо патронам за поддержку канала. На самом деле комплект не полный. Тут не хватает одной очень маленькой, но важной детали. Вот этой штучки. И так, команданта. Первая особенность, она очень широкая. И, как я говорил в видео сравнение кофемолок, с этим придется жить. С этим больно жить, потому что вам придется тренировать свою кисть. И если вы хотите оставаться слабаком, то не покупайте гирю и команданта. Если вам хочется использовать команданта, рекомендую гирю, потому что она прокачивает хват, прокачивает все тело. И это очень полезно для вас будет. Вы так станете более выносливым и сможете измельчать даже 30 грамм кофе за раз. На данный момент мне комфортно измельчать 15 грамм. Когда я измельчал 30, это было уже напряжно морально. То есть, этот процесс занимает длительное время. И у нее есть небольшая особенность в том, что жернова иногда заедают. Ручка заедает. И процесс из-за этого становится еще более морально тяжелым. Поэтому, если у вас слабенькие ручки, и вы не хотите их укреплять, то берите K-Pro. Потому что она ближайшая по качеству, по эмоциям. Но у нее получше эргономика. Или, если же вам хочется большие объемы кофе измельчать, то лучше взять что-то или более быстрое, или более эргономичное. K-Pro и GX. И пойдем постепенно. Баночки. Очень полезная штука. Сейчас в них монодозы, синглдозы. Вот так вот выглядит кофе. И при этом баночки можно использовать. Я уже так их использовал не только для хранения кофе. Можно использовать для молотого кофе. Чтобы, например, слишком свежий кофе купили. Например, пару дней после обжарки. Желательно ночью измельчить и наутро пить. То есть дегазировать состояние измельченном. Так этот процесс будет более быстрый. Так у вас кофе будет вариться вкуснее и стабильнее. Когда вы заранее подготавливаете его. Второй вариант это использовать для перевозки кофе кому-то и от кого-то. Например, вы едете в кофейню. Вам понравился какой-то кофе. И вам хочется дома его попробовать, но не хочется брать всю пачку. Или этого лота очень мало. И просто с вами хотят поделиться кофе. Баночки идеальный вариант в этом случае. Потому что достаточно компактные, стеклянные. То пользоваться комфортно уже брал кофе. Штука крутая. Кстати, можете посмотреть видео, как обжарили на будни обжарщика кофе. Зеленый кофе засыпали сюда. Потом и обжаренный засыпали. В общем, удобно пользоваться. В этом большой плюс, что есть такая экосистема, где есть баночки, которые идеально подходят, заменяются. Засыпать удобно. Можно или перевернуть. Переворачивать кофемолку. Или просто засыпать, и она уже не застрянут у зернышки. Да, они могут здесь приземлиться. Но они не застрянут. Например, МК-3 ниже. Некоторые люди жаловались, что там зернышки застревали. Хотя, тут очень маленькое пространство, куда они могут попасть. Поэтому я не думаю, что это проблема даже на старых версиях. Про ручку, кстати, можно сказать сразу же. Очень классно, что она надевается сразу, легко, без давления. Сама. Раз. И она на магнитике надевается. Конечно же, вот этот люфт есть. Но в этом и плюс. Что вам не нужно напрягаться, ловить где-то, попасть в ось. Очень классное решение. Потому что перед этим я пользовался в течение года, наверное. Т-Мор-Ц2. И это боль. Потому что вам каждый раз приходится давить ее. Именно придавливать. Чтобы уплотнитель сел на ось. Потом вам приходится силой оттягивать. Чтобы этот уплотнитель еще ось поднимает. Жернова поднимает. Потом жернова стреливают обратно. Потому что там пружина стоит. И это, мягко говоря, не очень комфортно. И следующее. По ручке пройдемся. Это возможность заменить ручку. И заменить вот этот набалдашник. Который мне придется заменить. Потому что у меня рука большая. Когда я снимал выпуск Q2 и команданты. Из и пресса Q2. Мне показалось, что эта рукоятка идеальна. После K-Pro я понял, что там рукоятка получше. Но, к счастью, я увидел у Элика из Onyx Coffee. Пост о том, что существуют огромные ручки. Big Joy или как они там называются. 55 миллиметров. Это 44. И получается, для больших рук хват гораздо более эргономичный. То есть, сразу рука ложится правильно. А здесь все-таки иногда приходится брать как-то, чтобы она не цеплялась. Вот у меня сейчас указательный палец цепляется, к примеру. То есть, приходится все-таки как-то, вот тут еще может цепляться сверху. Как-то правильно ее брать, чтобы измельчать более комфортно. Когда изменится на болдашник, все и справится. К счастью, здесь это можно сделать. И в этом еще один плюс экосистемы команданта. Что здесь есть запчасти, которые можно приобрести. И причем не напрямую из Германии, а даже у официального представителя есть эти детали в запасе. Конечно, кроме жерновов. Ну и, конечно же, можно с легкостью купить Red Clicks, которые около 1200 гривен стоят. Если вы варите эспрессо, я думаю, не такая же большая цена для вас будет. Потому что штука позволит более точно отстраивать помол. Итак, перейдем, наверное, к тому, почему это обзор. Первая часть через месяц использования. Потому что я завариваю только вэшку дома. То есть я пару дней пробовал заваривать гейзер. Но уже не в эспрессо стиле, а под светлую обжарку. И в дальнейшем я собираюсь сделать видео про джезву. И эспрессо настройка с помощью команданта. То есть я попробую измельчать кофе, проваривать много эспрессо и джезв. Сделать через год или через два видео для джезву. Потому что там нужно огромное количество ресурсов, которых у меня нет. И если бы на патреон было больше людей, то это заняло бы, наверное, месяц или два от силы. То есть на разработку все равно нужно время. Но чтобы закупить все количество оборудования для тестов. Так что следующая часть команданта будет про джезву и эспрессо. Про удобство приключения между режимами. В данный момент я уже один раз разбирал. Просто ручку крутите, жернова фиксируете пальцем. Регулятор жерновов откручиваете, очень быстро все. И я посмотрел, что их не нужно чистить. Я кисточкой так прошелся, конечно, но это не обязательно было делать. Жернова очень чистые, они сами себя чистят. У них какая-то прекрасная отсутствие адгезии. То есть не притягивают к себе частицы. Да, там есть какая-то пыль. Но ее с легкостью можно или просто продуть, или использовать грушу для того, чтобы продуть. То есть не обязательно ее каждый раз разбирать в течение месяца использования. Мы использовали ее для измельчения кофе обжаренного. Где уже масла начинают выходить. И ей все равно. Она как новенькая, жернова чистенькая. Все прекрасно. Еще из плюсов огромных для меня стало. Открытием, почему я не обращал внимания, не знаю. Это не ржавейка, это не алюминий. Транспортировка этой кофемолки требует все-таки этого коврика, который будет защищать дерево. Потому что я уже перевозил без него. И у нее организовались такие, образовались вмятины небольшие. И это, возможно, для кого-то будет не очень приятно. А мне все равно, потому что эта кофемолка, она должна быть рабочей, а не быть эстетически новой. Как все кофемолки, в принципе, как все вещи. Много некоторые люди уделяют внимания идеальности. Идеальность это скучно, а это все-таки вещь, которая должна быть с энергией. Так что каждая царапинка, вы ее просто запоминаете. И помните, что так делать больше не нужно. Так что перевозить только в защитном чехле. Иначе, если вы снимаете ручку, перевозите, ручка у вас будет как-то придавливать и оставлять такие вмятинки. По обработке я еще ни разу не обрабатывал ее ничем. Есть наборы, стоят космос 750 гривен где-то. Не буду заморачиваться с нее пока что, потому что она еще в хорошем состоянии. Если что, можно для обработки дерева, воск взять и подешевле. Не обязательно специальные брать. Хотя, может, там какой-то супер состав, который более глубоко проникает в дерево. И это будет дольше сохраняться. Но, насколько я знаю, не обязательно специально обрабатывать. Перейдем к баночкам. А перед тем, как перейти к баночкам, вернемся к наклейке. Потому что я наконец-то нашел, куда ее наклеить. Это просто идеально. Она делает стенд, вот посмотрите. Скучный стенд. И сбалансированный стенд интересный. Она делает стенд гораздо более интересным, эстетичным. Поэтому наклейка в комплекте очень классная. Итак, перейдем к баночкам статика. Есть в комплекте контейнер из пластика. Из какого-то, не знаю, как он называется правильно. Из стекла. И я все-таки перешел на стекло. И самая важная особенность, что я перешел не просто на стекло. Я добавил этот поясок, потому что он необходим. Да, кофемолка становится не настолько эстетичной. Но вы к этому привыкаете. Давайте посмотрим, как выглядит. Без ПСК. Все идеально. И с ПСК. Не очень гармонично смотрится. Но за счет этого у вас существенно увеличивается эргономичность. Потому что при высыпании кофе у вас баночка просто переворачивается. И вы держите баночку за силиконовый поясок. И она точно не выпадет. И можете постукивать так. И она точно не выпадет. И это очень прекрасно. И после того, как вам хочется высыпать кофе, хочется почистить кофемолку, просто делайте вот так вот. Видели? Высыпалось какое-то количество кофе. В принципе, она уже чистая. И здесь, конечно же, нет налипания. И по статике эта баночка раз в 10 лучше. Вот вы сейчас видели? Мне не пришлось ее ничем там, конечно, если пальцем сейчас взять, будет какое-то количество кофе, какое-то количество пыли. Очень незначительное. Его нужно даже не чистить, в принципе. Так что стекло выигрывает. В этой же баночке, после того, как вы измельчили, у вас, во-первых, налипает на жернова больше. И на самой баночке. Несмотря на то, что здесь поверхностированный, казалось бы, все должно высыпаться легко. Но нет. Вот статика все-таки выигрывает. И в этой баночке лучше или использовать для поездок, или хранить кофе. Как это делаю я. Использую для измельчения исключительно стекло, потому что так у вас жернова будут прям идеально чистые. После измельчения чуть-чуть остается. И, кстати, почему я взял именно эту кофемолку, они другие. Потому что, во-первых, гораздо чище. На некоторых кофемолках может налипать до полграмма и вплоть до грамма даже кофе. Здесь остается тонкий след. Такой слой, который быстро вытирается. И у вас становится идеальная кофемолка. Щеточка тоже не обязательно покупать. Можете использовать помазок. Это из кабана. Достаточно жесткий. Который хорошо чистит, комфортно. Занимает мало места. Так что по статике это, наверное, самая идеальная кофемолка, которую я использовал. За счет того, что стекло не дает возможности кофе налипать. И при этом даже не нужно использовать специальную технику, как я раньше использовал. Вот так трясти кофемолку. Ручка шумит. Приходится это все придерживать. Вот это делать не нужно. С этой баночкой нужно. Иначе она жирнова налипает. С этой не нужно. Главное просто постучать снизу. Пару тэпов. Кофе спадет в частицы. И дальше вам останется всего лишь постучать по баночке. При этом пройти полный круг. Постучали. 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 И смотрим, как со стенок кофе спадает. По резьбе. Здесь тоже есть существенные отличия от кофемолок. Тех же изи пресса. Фид выполнен из пластика, а не из алюминия. И это получается алюминий с алюминием, которые со временем начинают себя проедать. Кстати, обратите внимание. Докручиваем за счет пояска большим пальцем. Очень комфортно. Без пояска было бы не так круто. То есть практичность повышается. Итак, за счет того, что закручивается в пластик, вы точно уверены, что закрутили до конца. И вы не изнашиваете алюминий. Потому что если вы будете алюминий так до конца закручивать, то скорее всего у вас со временем будут частички отваливаться. Или пропадать оксидация алюминия. Естественная защита алюминия. Но после измельчения по какой-то причине здесь остаются частицы мелкие. Каким-то образом и здесь. Иногда бывает такое, что когда вы закручиваете, они немного хрустят. И это может напрягать. Но на самом деле, если вы правильно делаете все действия, как я делаю, постукиваете, протираете, стучите, высыпаете, то у вас после этого тут ничего не будет. А если и будет, то это незначительно. То есть такое решение позволяет более приятно использовать кофемолку. И по приятности это очень круто. Вот все эти моменты, что она закручивается нормально, что у вас нет дискомфорта никакого, что там что-то износится со временем, это радует. Еще из мелочей, за счет того, что она широкая, засыпать удобно. Причем как рукой, так и из баночки. Практически не высыпается ничего, если, конечно, не из руки высыпать, потому что тут зернышки сверху. Они могут как-то отпрыгнуть. И по откручиванию банки у некоторых кофемолок во время измельчения они начинают откручиваться. И здесь резьба не настолько большая. Получается, если бы вы крутили, не заметили, что она начинает откручиваться, баночка могла бы выпасть. Вместе с вашим кофе скорее всего, это еще и гейша. И рассыпали бы вашу гейшу. Поэтому здесь, во-первых, можно нормально закручивать, то есть не сильно, а просто вы чувствуете, что закрутилось нормально. Но при этом я использую специфический хват. Я заметил, что в Инстаграм многие используют кофемолку вот так вот. То есть обычно я держал кофемолки как можно ближе к верху, чтобы была меньше нагрузка на кисть. Здесь же вполне комфортно. Я не знаю, почему это работает, но работает. Я держу даже под таким вот углом каким-то. Получается не максимальный обхват, а чуть-чуть вот под углом использую. И делается для того, чтобы мизинцем следить, двигается ли этот поясок. Если он двигается, вы просто его придерживаете. В общем, не критично. У вас 100% не отлетит контейнер во время измельчения. И после этого его легко откручивают. Даже если вы нормально так закрутили, в алюминии это было бы гораздо сложнее. Так что используйте технику придерживания баночки хотя бы мизинцем, чтобы чувствовать, если вдруг она начинает откручиваться. И так я заметил меньше заеданий, когда вы крутите. Как-то лучше она справляется, когда вы держите чуть ниже, чем нужно. И в завершении хочется сказать, использую я ее исключительно на 19 щелчках. Я пробовал заваривать воронку 30 грамм, использовал 25 щелчков, не выходит. Несбалансированный кофе. Возможно, нужно чайник докупить или забыть о 30 граммах, использовать максимум 20. Но использую я 19 щелчков, рецепт подобрал, все получается идеально. По качеству помола, конечно же, вопросов никаких нет. Пыль есть, как и на всех кофемолках, но незначительная. Фильтр не забивает, поэтому пользоваться комфортно. Поменял бы я свое решение спустя месяц? Нет. Эта кофемолка то, что нужно. Продолжение следует...